МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре идут работы по подготовке к новому пляжному сезону, что будет сделано перед официальным открытием пляжного сезона. Какое оборудование будет установлено на самарских пляжах? Какие мероприятия будут проводиться для предотвращения несчастных случаев на воде? В нашей студии Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, и Виталий Цитов, заведующий сектором обеспечения защиты населения, Управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Леонид Вячеславович, Виталий Игоревич, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Ну, и, наконец, пляжный сезон у нас уже практически наступил, то есть идут работы по подготовке. Что будет сделано перед официальным открытием нового купального сезона, пляжного сезона? Давайте начнем с этого. Ну, у нас в черте города расположено 8 пляжей традиционных. Девятый пляж у нас находится в районе Мострюковских озер, Грушинская поляна, где проводят фестиваль и Волга, и Грушинский фестиваль. Этот пляж организуется именно на период проведения данных мероприятий. А на основные пляжи городские уже завезен песок, проведена планировка, практически завершена установка пляжного оборудования, водолазное обследование, установка буйков, установка информационных стендов с правилом посещения пляжей. Все это уже практически установлено. Но единственное, внесло свои коррективы природа, потому что небольшой идет сейчас подъем воды, что, как бы, сказывается на том, что часть пляжа немножко сейчас находится в затопленном состоянии. Дмитрий Вячеславович, вот Вы сказали о том, что уже проведено... То есть песок, на самом деле, уже ровный. То есть тот песок, который привезли, Вы сказали, что он уже практически сейчас, так сказать, можно выходить, купаться. Да, совершенно верно. Тот песок, который в настоящее время на пляжах находится, это уже новый песок, который завезен... То есть планировка проведена? Да, уже проведена планировка песка. И вот еще один важный момент. Вот, а обследование дна проводили, то есть вот вы сказали, водолазы отработали, то есть это означает, что коряги, стекло, значит, камни, то есть все это уже проверено. Скажем так, на основных центральных пляжах эта работа завершена, но в связи с тем, что пляжи расположены, например, в Красноглинском районе, в районе Барбошной поляны, там в связи с высоким уровнем затопления, как бы эти работы немножко как бы отложены, но они будут завершены в ближайшее время. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, сделать паузу, как раз он касается подготовки пляжей, затем продолжим нашу беседу, вот обсудим, как идут работы. 15 июня в Самаре официально начнется купальный сезон, но уже сейчас городские пляжи постепенно заполняются отдыхающими. Кто-то приходит загорать под долгожданными теплыми лучами солнца, а кто-то уже проверяет воду. Чтобы самарцы и гости города чувствовали себя комфортно, профильные службы заблаговременно начали подготовительные работы. Лавочки, раздевалки, урны и другие атрибуты пляжного отдыха. Всего появится порядка 1400 единиц. Из них 221 обновили, либо докупили. Сначала оборудуют берег в районе первой очереди набережной, затем специалисты привезут все необходимое на пляжи возле второй и четвертой очередей. На других городских пляжах оснащение появится сразу после завоза и планировки песка. Подрядчик трудится ежедневно с 5 часов утра. Мы торопимся к 15 июня пляжи открыть в срок. Все делаем для этого возможное. Зависит, скажем так, от того, как люди с пониманием отнесутся. То есть, ну, потому что уже хочется и загорать, и купаться, а так как по пляжу будут ездить тяжелая техника, конечно, просьба с пониманием отнестись, и это будет намного быстрее. Житель Самары Максим Чижов с первыми лучами солнца торопится к воде, чтобы освежиться с утра. Так любит Волгу, что признается, купальный сезон у него практически круглый год, но летом отдыхать комфортнее, благодаря пляжному оборудованию в том числе. Потому что это очень приятно и удобно, ну, радоваться Волге, радоваться комфорту. И хотел бы обратиться в то, чтобы все берегли оборудование, которое будет выставляться сейчас на пляже, и вообще и любили друг друга, и учились дружить друг с другом, потому что сейчас лето наступает, время радости и какого-то взаимного открытого общения. В целом, в этом году, как и в прошлом, на пляжах установят диваны и лавочки с навесами, тенты в виде грибов, качели, горки, а также оборудуют детские зоны, обозначив их специальными низкими заборами. Такие лягушатники для ребят планируют оборудовать возле первой, второй и четвертой очередей набережной. Также специализированное оборудование разместят в двух зонах рекреации доступный пляж для маломобильного населения. На них будут работать волонтеры, которые будут встречать и провожать место купания. Имеют специальные сходни в воду для облегчения захода в воду, и специальные настилы, и, кроме того, специальные раздевалки и туалеты для инвалидов. Всю доступную акваторию разграничат буйками. Специалисты просят отдыхающих соблюдать чистоту, не оставлять после себя мусор, выбрасывать его в контейнеры. Собирать мусор будут не реже двух раз в день, а при большой нагрузке кратность уборки увеличится. Напомним также, что на пляжах запрещено курение, распитие спиртных напитков и выгул домашних животных. Вот было очень интересно наблюдать, как выглядят буйки на суше, когда ты их видишь, так сказать, в полном размере. И вот исходя из того, что мы посмотрели, а какое оборудование будет установлено вот в этом году на самарских пляжах? То есть, что мы там увидим, что мы получим, какие удобства, какие возможности? Ну, наши пляжи всегда отличаются максимальным количеством оборудования, которое комфортно для тех, кто посещает наши пляжи. Это и различные виды скамеек, и с навесами, и без навесов, и раздевалки, кабинка для переодевания, теневые зонты всегда устанавливаются на пляжах. На пляжах, расположенных в районе набережной реки Волги, есть устройство для мытья ног. Это у нас каждый год устанавливается, то есть для того, чтобы отдыхающие могли после посещения пляжа помыть ноги и уже пойти в город, домой, на набережную. Кроме того, на всех пляжах имеются билтуалеты, они бесплатные. Бесплатные, вот это важный момент? Это туалеты именно на самом, на набережной или на территории пляжей? Прямо на территории пляжей? Прямо на территории пляжей есть специальные билтуалеты, они обслуживаются ежедневно, то есть, соответственно, и абсолютно бесплатно для посещения. Кроме того, как вот в сюжете было сказано, у нас еще имеется два пляжа для маломобильных граждан, так называемый доступный пляж, там есть спецоборудование, то есть, для инвалидов имеются раздевалки, имеются туалеты специализированные, настилы и специальные сходни для купания и спуска в воду. То есть, там будут дежурить волонтеры, которые будут встречать маломобильных граждан и помогать им находиться на этом пляже. Ну, вот это очень важный момент, потому что, на самом деле, купание человека, ну, который передвигается в инвалидном кресле, я просто сам наблюдал, конечно, это такая тяжелая, на самом деле, задача, особенно если, допустим, ну, нету специального покрытия, потому что по песку, извините, коляску передвигать, ну, действительно, очень тяжело, и для них это... Да, но этот пляж, кстати, востребован не только вот инвалидами-колясочниками, но и, допустим, для мам с детьми, которые приходят на пляж с детской коляской, и тоже, в принципе, удобно им подъехать к кормике воды и находиться на пляже непосредственно с коляской. Вот, кстати, вы сказали, что биотуалеты будут бесплатными, это здорово, это приятно, а вот планируются в будущем, может быть, какие-то, знаете, вот платные услуги, я сейчас просто вспоминаю, ну, Южное море, там традиционно лежаки платные, вот что-то такое платное будет когда-нибудь в Самаре, предполагается? Ну, то есть какие-то дополнительные, более дорогие виды удобств, за которые, там, ну, человек может платить? Ежегодно поступают такие предложения от коммерческих организаций по прокату того же пляжного оборудования, кабину для хранения вещей и прочее. Ну, как предложение, им предлагается размещать пункты проката непосредственно с самой набережной. А то, что, как бы, является предметом проката, то есть тот же шезлонг, он будет спускаться с сотрудниками данной организации на песок, и гражданин мог бы этим пользоваться. Ну, пока на данный момент такая услуга не реализуется ими. И вот еще один, ну, на мой личный взгляд, важный, интересный вопрос – это возможности для занятий спорта на самарских пляжах. Потому что, ну, я сам традиционно, вот, люблю активный отдых на пляже. Соответственно, какое оборудование спортивное есть, какое оборудование спортивное будет, то есть, чтобы можно было прийти и не просто лежать на пляже, там, не знаю, на лавочке, на песке, а чтобы можно было активно двигаться и получать удовольствие от этого движения. Ну, безусловно, наши пляжи являются не только местом, где приходят жители, гости нашего города, чтобы принять солнечную ванну там или искупаться в реке, или позагорать, но и для того, чтобы можно позаниматься какими-то пляжными видами спорта. Причем, скажем так, ассортимент, вернее, не ассортимент, а перечень таких пляжных видов спорта достаточно обширен. И в настоящее время он реализуется у нас на наших пляжах. Это и пляжный футбол, и пляжный волейбол, и теннис пляжный в последнее время стал активно развиваться. У нас в основном такой большой спортивный блок расположен именно вот на второй очереди набережной, в районе Первомайского спуска там ставится и стадион, и много кортов для пляжного тенниса. И, скажем так, ближе к исторической части города тоже установлены и волейбольные площадки специальные, и есть у нас федерации волейболистов, которые ежегодно там занимаются этими видами спорта. Но и для тех, кто не профессионал, тоже можно прийти заниматься физкультурой, например. То есть имеются турники определенные, то есть можно просто позаниматься для своего удовольствия, скажем так. — Какие-то новые, ну и в каких-то новых местах появятся турники, или это вот то, что традиционно мы все привыкли наблюдать? Я помню, на Первомайском спуске вот эти турники, брусья там, очень часто приходят ребята в такой отличной форме, на самом деле. — Есть, скажем так, стойки, которые стационарные, и вот те же самые брусья, или там стойки для волейбола. Есть, скажем, передвижные какие-то элементы для занятий спортом, например, те же футбольные ворота и так далее. То есть есть, поступает обращение граждан там усилить не только центральные пляжи, вот вдоль набережной, и, допустим, советской армии тоже поступали пожелания в загородном парке. Ну, стараемся удовлетворять эти просьбы и устанавливать все там спортивные оборудования. — И здесь, кстати, вот важный момент, наверное, это вот совмещение спорта и совмещение вот отдыха. То есть, чтобы, с одной стороны, все получали удовольствие, с другой стороны, все не мешали друг другу. — Ну да, это поэтому, вот как бы исторически, наверное, так сложилось, что вот именно в районе Первомайского спуска максимальная концентрация идет вот этих спортивных объектов. А, скажем так, более разродненно они туда уже дальше, в историческую часть и на остальные пляжи. Для того, чтобы, как бы, была возможность посетить пляж и тем, кто хочет и спортом позаниматься, и тем, кто просто приезжает на песке позагорать. То есть, какой-то компромисс, чтобы был у них в любом случае. — Ну и, кстати, вот тут важный момент, вот это вот, ну мы сейчас будем подробно говорить о безопасности. Но вот безопасность при занятиях спортом на пляже, Виталий Игоревич, вот как вы считаете, здесь вот как ее соблюсти? То есть, чтобы ты пришел, скажем так, укрепил здоровье и не получил травму там, ну и кому-то ее не нанес? Ну, основной у нас недостаток, не недостаток, а основной у нас получение теплового удара, это, соответственно, пляж позволяет для проведения спортивных игр, покрытие мягкое. Ну, соответственно, основной это состояние, как себя человек чувствует, состояние здоровое и погодные условия. — То есть, нужно просто элементарно думать, вот какая температура, не перенапрягаться и понимать, что ты… — Да, и выбирать оптимальное время дня для занятия спортом. — Да, то есть, не рекомендуется после 11 и до 3 дня. — Да-да. — Это самый период, когда наиболее, скажем так, можно получить тепловый удар, не забывать про головные уборы и водный режим, то есть, необходимо иметь всегда с собой воду. — Питьевой режим. — Питьевой режим-то, чтобы восполнить себе потерю. — Когда произойдет официальное открытие Самарских пляжей и вот что это означает в практической плоскости официальное открытие? — Ну, официальное открытие у нас есть в постановлении администрации городской округа Самара, где, о купальном сезоне, где установлена дата 15 июня, как дата, когда уже начинают работать все службы, задействованные в эксплуатации пляжей. — И спасательные пасты даже раньше начинают работать, да, с 10-го числа, по-моему, начали уже работать. И в этом году самооткрытие пляжей, оно является в виде подачи деклараций, то есть, в связи с изменением законодательства прошлого года, подается декларация Государственной инспекции по мумерным судам. Пляжам присылается определенный инвентарный номер и дается согласие на их эксплуатацию. У нас это все уже сделано. И необходимо наличие еще анализа воды и песка на его соответствие по гигиеническим и санитарным нормам. — Ну, там же, насколько я понимаю, ведь это делается достаточно регулярно, то есть, вот эти проверки санитарных норм, они как бы делаются с определенной привычностью. — Да, совершенно верно. Каждые две недели берется анализ воды, это в обязательном порядке. И, соответственно, в случае, если вдруг обнаруживается какой-то возбудитель в воде, то об этом информация размещается на стенде. У нас, кстати, первое, что должен сделать человек, который решил посетить пляж, это ознакомиться с правилами посещения пляжа. То есть, у нас на каждом пляже на входах стоят тенды. Там есть информация и про профиль дна с опасными местами, и часы работы пляжа, и телефоны экстренных служб, и правила поведения в случае, если необходимо оказать кому-то первую медицинскую помощь. И все, что вы говорите, и, конечно, что можно делать на пляже, и что нельзя делать на пляже, все это там указано. То есть, необходимо с этим ознакомиться. И анализ воды, кстати, там тоже вывешивается. — Дополнительно температура воздуха, температура воды. — Совершенно верно, да. То есть, полная информация о том месте пребывания, куда вы пришли, то есть, она там имеется. Ознакомились с этими правилами, и уже можно спокойно отдыхать. — Ну, скажем так, полезно это сделать, на самом деле, для тебя же самого. Виталий Игоревич, вот вопрос к вам. Вы сказали, что уже работают спасательные службы, я правильно понимаю? Не все спасатели службы. 10 июня приступили к работе 14 спасательных постов, и 44 спасатели ежедневно будут работать с 9 часов до 22, с 10 июня по 31 августа, и с 1 сентября по 15 сентября, с 9 утра до 21 часа вечера. — Соответственно, с 15 числа приступает дополнительно еще государственное казенное учреждение поискового спасательного службы Самарской области, которое будет дежурить непосредственно в акватории пляжей для взаимодействия со спасателем, находящимся на песке, и принятие необходимых мер, как с воды, так и с пляжа, соответственно, для проведения каких-либо, как сказать, работ по спасению, необходимым по оказанию помощи. — Вот в практической плоскости это что означает? Вот насколько много спасателей, то есть вот один спасатель на какой примерно площадь пляжа в данном случае будет? — Два спасателя на 200 метров пляжа у нас. — Ну это вообще очень, на самом деле, много, то есть два спасателя на 200 метров пляжа, это, в общем, очень плотно на самом деле. — Да, это действительно, да, позволяет выполнить мероприятия, которые перед ним поставлены задачей, они с ним справляются. — Это два спасателя, которые находятся именно на пляже? — Нет, это норма какая, и они такая и соблюдаются, соответственно. Сейчас вот вторую очередь, напомните, сколько пляж у нас? — Ну, первую очередь. — Больше километра. — Где-то больше километра. — Ну, больше километра точно, потому что я регулярно любил бегать, там примерно полтора километра. — 12 человек на первой очереди, 12 человек на вторую очереди, то есть это позволяет выполнить задачи свои. — Ну, грубо говоря, один человек на 100 метров. — Да, есть, и, соответственно, те, кто могут непосредственно после того, как провели патрулирование, немножко отдохнуть, их сменят, и, соответственно, задача все равно будет выполнена. — И плюс параллельно, если я вас правильно понял, еще это те спасатели, которые патрулируют по воде. — Не патрулируют, стоит катер непосредственно в акватории. — В акватории? — Да, для взаимодействия непосредственно по спасению. — То есть они взаимодействуют с людьми, которые находятся на берегу? — На берегу, да. — И плюс они отсматривают ситуацию в воде, и они могут оперативно подъехать и оказать помощь. — Да. — Вот человеку, который... — Подойти на мотор, на моторизированном сунде, соответственно, и оказать помощь. Я предлагаю сейчас сделать паузу, посмотреть сюжет, а то он будет как раз касаться уже в большей степени вопросов безопасности. Обеспечить безопасность отдыхающих и оказать квалифицированную помощь. В пятницу в Самаре открыли 14 спасательных постов, которые ежедневно будут работать на городских пляжах. В этом году дежурить и нести службу будут 44 человека, прошедших специальную подготовку. Время работы спасательных постов увеличено. С 10 июня по 31 августа спасательные посты будут работать с 9 до 22 часов. А с 1 сентября по 15 сентября спасательные посты будут работать с 9 до 21 часа. Спасательные посты оборудованы всем необходимым. На каждом из таких пунктов есть плавательные круги, радиостанции для связи с сотрудниками региональной ПСС, которые также несут дежурство в акватории водоемов, жилеты, детские и взрослые нагрудники, маски, ласты, трубки и средства оказания первой медицинской помощи. Мы должны предотвращать ситуации опасные, а не допускать их. В этом основная суть работы. Официально купальный сезон в Самаре откроют 15 июня. Спасатели городских пляжей рекомендуют жителям и гостям города внимательно относиться к себе и окружающим. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не перегревать организм при приеме солнечных ванн, внимательно следить за детьми и не заплывать за буйки. Руководствуясь этими простыми правилами, можно сохранить свою жизнь и здоровье. Мы посмотрели сюжет, вы знаете, вопрос первый. А кто вот эти бравые парни, которые спасают людей, вернее, обеспечивают их безопасность? Надеюсь, что спасать не придется. В Самарской области существует специализированная организация «Освод». Соответственно, на базе нее создано ведомство специализированного частного учреждения водно-спасательного службы «Освода», который непосредственно проводит подготовку спасателей, выдачу им удостоверений спасателя. Все спасатели имеют удостоверение, то, что они прошли курс подготовки, по оказанию непосредственно спасения, первой медицинской помощи. И, соответственно, они выполняют задачи так, как их учили. Соответственно, непосредственно в этой школе. Ну, то есть так, как нужно. Так, как нужно, да. Ну, и, наверное, они все, ну, мягко говоря, хорошо плавают. Конечно, это все производится отбор непосредственно и подготовка. Соответственно, те, кто качественно закончил обучение, допускаются к спасению на воде. К этой работе. Виталий Игоревич, вот расскажите, что можно на пляже и что нельзя. Вот давайте об этом подробно расскажем. Ну, основное, что можно, для чего люди приходят? Это отдохнуть, искупаться, соответственно, и провести хорошо время. Запретов больше, намного. Начнем с основного. Это у нас употребление спиртных напитков. Запрещено. Конечно, запрещено. По закону. Общественное место, по закону запрещено. Пляж – это общественное место, мы еще раз, для наших зрителей подчеркнем, уважаемые зрители, пляж – это общественное место, и употреблять… Не только употреблять, но и находиться в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Запрещено. Конечно. Соответственно, ваша служба может вызвать сотрудника полиции… Только так и происходит. Случай обнаружения или выявления случая или состояния алкогольного опьянения, либо употребления, вызываются сотрудники полиции, управления Министерством внутренних дел по городу Самара, и, соответственно, они в своей компетенции принимают меры… Принимают решения. …по административному, да, правонарушению. То есть вот надо иметь это в виду и просто вот, ну, не искать себе приключений ненужные, а получать удовольствие… Ну, скажем, что употребление спиртных напитков влечет вот анализ прошлого года, пока 80% случаев гибели происходит именно в состоянии алкогольного опьянения. Статистика очевидна. Да. Итак, нельзя употреблять алкогольные напитки. Дальше, что еще нельзя? Соответственно, как Леонид Вячеславов сказал, есть зоны, отведенные для купания. Дети должны купаться только в отведенном месте. Оно оборудовано, глубины промерены, оборудовано именно для того, чтобы детям было интересно. И безопасно. И безопасно. Самое главное – безопасно. Соответственно, дети должны купаться только в отведенных местах под присмотром родителей. Это немаловажно. Кто есть дети? Давайте вот для наших зрителей подчеркнем. Это до 15, до 16, до 12 лет. Ну, я думаю, что до 16 лет – это обязательно, да, присмотр родителей. Уже в связи с тем, что люди, дети немножко еще не понимают, с чем, с какими опасностями сталкиваются. Ну да, вода как бы она не любит шуток на самом деле. Да. Итак, дети купаются только в отведенных местах. В неотведенных нельзя. Что еще? Происходят еще, есть такие случаи, возникают, когда используют спасательные оборудование, расставлено вдоль акватории, спасательные круги, пытаются им воспользоваться. Для личных целей. Это запрещено. Ну, то есть поплавать на спасательном круге, там получить удовольствие. Предназначено только для экстренных, соответственно, случаев и используют только спасателями. Пытаются воспользоваться, ну, пресекаем это. Соответственно, есть выделена акватория пляжа, обозначенная буйками. Соответственно, за буйки заплывать не рекомендуется. Так же и подплывать к ним. Перемещать. Не рекомендуется. Перемещать нельзя, вот. Тоже я правильно понял. Да, да. То есть братьевую куда-то пытаться, так сказать, перестать. А это часто происходит с пулкой. То есть есть такие любители? Да, конечно, да. Особенно вот буйки, которые обозначают зону купания для детей, часто даже на берег выносят. То есть такие случаи бывают. Глубина небольшая, всего 1-2 метра до окончания, где буйки стоят. И играют с ними, получается. И это все зависит, еще раз говорю, от родителей. Как они следят за своими детьми? Есть пляжи, например, как Загородный или Красноглинский район, где в привычку вошел разжигать костры, например. Тоже нельзя. Это однозначно делается. Ну понятно, шашлыки жарить, разжигать костер тоже. Пляж это не для этого. Ясно. Курить нельзя на пляже тоже. Находиться там с домашними животными. Вот, кстати, важный момент. С животными нельзя, потому что вот иногда любимая собачка. Если вы, опять же, ознакомитесь с правилами посещения пляжей, которые на входе, там четко написано. И, кроме того, есть еще щиты, обозначающие границы пляжа. И там везде написано, что проход с животными запрещен. То есть, поэтому любители именно даже не сколько прогуливаться, а выгуливать собак на пляже. Мы понимаем, о чем идет речь. Да, и часто это наблюдается в утренние часы на той же набережной. Неоднократно я и сам наблюдал этот процесс. То есть, ну, сами понимаете, что после этого неприятно находиться на пляже. Поэтому думаете не только о себе, но и о тех, кто хочет тоже позагорать и отдохнуть на пляже. Однозначно. Дополнительно еще вот каждый пляж обозначен справа и слева границей пляжей. Обычно наибольшее количество людей и пребывание их в границах пляжа. Но есть те, кто народу много, я пойду туда отдыхать, соответственно. Там неизвестно ни дно, ни нахождение там посторонних предметов. Еще есть дамба у нас на Кенап, вторая очередь набережной, где любят понырять. Особенно подростки приходят и, соответственно, не зная дна, производят ныряние. И что может повлечь, соответственно, или травматизм, что в худшем случае летальный сход. Какие-то сигналы на пляже существуют, которые там, например, запрещено купаться, разрешено, какие-то флаги еще есть? Да, на каждом спасательном посту имеются флаги красного и желтого цвета. Красный флаг обозначает запрет купания. Это может быть случай сейчас, купальник сезона не открыт, висят красные флаги. Соответственно, при получении санитарного заключения, что вода не соответствует действительности, нежелательно рекомендуется купаться, также выявляются красные флаги. После подтверждения анализа воды, что при пригоне для купания, соответствует желтый флаг. Желтый флаг, купаться разрешено. И красный флаг вывешивается по окончанию работы спасательных постов, закрыть спасательные поста. Красный флаг, соответственно, использование пляжа и акватории запрещено. Ну, это то есть после 22 часов. Да, 22 часов. Когда официально закрывается. Ну, вот осталось немного времени совсем. Какие мероприятия будут проводиться для предотвращения несчастных случаев на воде? С 10 июня в городском округе Самара административную комиссию внутригородских районов начали проводить рейды совместно с управлением Министерства внутренних дел по городу Самаре по местам несанкционального купания граждан. Значит, на сегодняшний день в городском округе Самара установлено 229 аршлагов. Купаться запрещено по местам наибольшего скопления людей, традиционных несанкционных местах купания. И там проводятся рейды. Соответственно, рейды проводятся... Которые не являются официальным пляжем. Да, неофициальный пляж. Проводятся рейды в основном профилактические. Доносятся до людей, которые там находятся, что не рекомендуется здесь купаться в связи с тем, что не оборудовано место, не исследовано, неизвестно, какое состояние воды и так далее. Вот. Если люди, соответственно... Упорствуют. Упорствуют, да. Тогда применяется с мерой административного воздействия, как выписан протокол и наложение штрафа от 500 до 1000 рублей. Ну что ж, собственно, все логично и все правильно, потому что... Ну, а как иначе еще уберечь людей от того, чтобы они, собственно, не рисковали собой? Как гласит восточная мудрость, капля предосторожности стоит рек лекарств. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что этот пляжный и купальный сезон пройдет без эксцессов. И сколько людей в воду зайдет, столько же из нее и выйдет потом. Мы тоже на это надеемся. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара и Виталий Цитов, заведующий сектором обеспечения защиты населения Управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Хорошего и безопасного отдыха на Волге. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова